Всем доброго утра, дня и вечера, дорогие зрители Карлс. Сегодня нам предстоит пообщаться на очень щепетильную и, к сожалению, неприятную тему. Мы находимся в городе Светлый. Называется он так, потому что когда-то Светловская ГРС-2 обеспечивала электричеством всю Калининградскую область. Брутальный город с интереснейшей историей, который несколько недель назад предстал перед всей страной не в лучшем свете. Как бы это ни звучало. Светловский водоканал нанес ущерб Калининградскому заливу на 146 миллиардов рублей. Давайте по порядку. Вся канализация Светловского городского округа без какой-либо очистки сбрасывается в три водных объекта. Калининградский залив, реку Граевка и канал ПР-5. После ряда действий, которые мы предприняли, а именно репортажи. Вся канализация Светлого, Люблиной, других поселков идет без очистки. Калининградский залив, реку Граевка и канал ПР-5. Запросы информации органов власти, обращения о нарушении законодательства Российской Федерации и жалобы на бездействие чиновников, наконец, явился результат. Честно говоря, этот результат шокировал. Во-первых, Росприроднадзор инициировал внеплановую проверку ООО Светловский водоканал. А это в нынешних реалиях дорогого стоит. Так, орган исполнительной власти еще и предъявил ущерб, нанесенный Калининградскому заливу в размере в 146 миллиардов 604 миллиона рублей. Абсурдность ситуации заключается в том, что годовой бюджет Калининградской области составляет около 120 миллиардов рублей, а Светловскому водоканалу, чтобы возместить этот ущерб, понадобится 265 лет. Такой же ущерб Росприроднадзор предъявил ООО «Норильский никель» в 2020 году, за разлив нефтесодержащих веществ на севере, который он почти добровольно выплатил. Вот вам и 21 век. Искусственный интеллект заменяет человеческий труд. Уже появились технологии, которые позволяют читать мысли людей, а районные центры в регионах продолжают срать там, где едят. А потом мы все дружно стоим под бой курантов и каждый Новый год желаем себе и всем окружающим здоровья и долгих лет. Кто-то удивляется, кто-то даже строит конспирологические теории заговора. Вот, мол, американцы придумали ковид и решили уничтожить весь мир. На самом деле, все куда проще. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Подробнее о судьбе водоемов, в которой по сей день осуществляется сброс точных вод, о выплате этого заоблачного ущерба и других нюансах мы расскажем в серии наших репортажей. Так что обязательно подписывайтесь на этот канал и ставьте колокольчики, чтобы ничего не пропустить. Более того, мы не просто чувствуем, мы осознаем свою причастность к этой ситуации и теперь намерены вести ее до конца. Наконец, нам улыбнулась удача. У нас с вами появилась возможность собрать все обстоятельства в один кулак и как стукнуть им по столу. Да с такой силой, что машина государственной системы будет вынуждена достроить очистные сооружения так, чтобы они очищали воду надлежащим образом. Достроить очистные – это наша программа «Минимум». Программа «Максимум» сделать так, чтобы сбросы во всем Светловском городском округе проходили через очистные сооружения. Это Люблино, которое сбрасывает канализацию в реку Граевка. Поселки Взморье, Волочаевское, Ижевское, Черепаново, которые сбрасывают отходы в канал ПР-5. Для того, чтобы достигнуть результата, мы предлагаем вам организовать инициативную группу, состоящую из неравнодушных к проблеме экологии граждан. Со своей стороны мы обещаем поддержку не только в медиа, но и в юридических вопросах, которые будут появляться во время контроля ситуации с очистными в Светлом. Если у тебя появилось такое желание, обязательно присоединяйся к нашей группе в ВК и на главной странице переходи в общий чат, который мы так и назовем «Светлый». Всем спасибо, что посмотрели это обращение. Небольшой анонс. Поделитесь им с друзьями, чтобы те тоже были в курсе нашей работы. И всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok